МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы отправимся в город Бразилия и послушаем продолжение проповеди. Что ты делаешь для продвижения Божьего Царства на земле? Я верю, что это послание укрепит вашу веру, ободрит вас в хождении с Богом и зажжет вас, чтобы вы могли больше делать для Царства Божьего. Я верю, что в вашей жизни есть миссия и цель здесь, на земле. Иисус сказал, «Вы свет миру и соль земли». Мы на земле для того, чтобы приносить перемены от Бога. Я верю, что это послание поднимет вашу веру ради Царства Божьего. После проповеди «Я буду молиться о вас и о вашей семье, чтобы в вашей жизни произошел прорыв, произошло исцеление чудеса, дабы Господь продвинул вас в проповеди Евангелия во имя Иисуса». Верьте, что получаете чудо, и верьте, что Господь вас коснется. На этом выпуске программы «Есть Божие помазание». Бог проявит свою силу, когда мы вместе будем молиться и верить в лучшее от Бога для вас. Итак, сейчас мы отправляемся на служение в Бразилию. А после этого я буду молиться о вас. Смотрите программу «Расцвет пробуждения». Почему? Потому что нам дано поручение. Эта миссия возложена на людей. Это поручение дано не ангелам, а детям Божьим. И Бог желает помазать ваши уста. Он хочет осветить ваш язык, чтобы он служил Ему. Он желает коснуться ваших уст так, как ангел коснулся огнем с неба уст Исаия, чтобы все, что произносят ваши уста, прославляло Бога на этой земле. Чтобы ваш язык высвобождал жизнь на этой земле. Аллилуйя. Чтобы ваш язык высвобождал спасение. Высвобождал чудеса. Чтобы через Слово, которое высвобождает ваши уста, небеса приходили на землю. Аминь. И Бог показал мне, что прямо сейчас Он высвобождает кого-то и исполняет его поручение. Он помазывает кого-то выходить на новый уровень. Видеть измерения его силы и власти. Больше и гораздо больше. Видеть более великие измерения христианской жизни. Некоторые из вас уже долгое время являются христианами. Но такая жизнь вам наскучила. Вы ждете, не дождетесь. Когда закончится проповедь? Я устал это слушать. Меня уже все достало. Аллилуйя. Мне скучно. Бог, когда ты уже что-нибудь сделаешь, на что Бог отвечает, когда ты уже начнешь что-то делать, а я буду рядом и помогу тебе. Кто-то из вас ждет, когда же Бог начнет двигаться. Бог говорит, ты начни двигаться. Я тоже. Двинусь. Ты увидишь мое движение, если начнешь двигаться сам. Когда же, Господи? И Господь говорит, прямо сейчас от тебя требуется сделать шаг веры. Я буду сопровождать тебя. Ты увидишь, что куда бы ты ни шел, я буду с тобой. Когда Петр увидел, как Иисус идет по воде, а это видели все ученики, находящиеся в лодке, они удивились, ну надо же, он идет по воде. Это так чудесно. Я такого раньше никогда не видел. Это реальное чудо. Это фантастика. Да, это было сверхъестественно. Но Петр подумал, я не буду просто стоять и смотреть на это. Некоторые из вас предпочитают быть просто зрителями. Вы видите Божие движение и говорите, да, это чудесно, это превосходно. Аминь. Слава Господу нашему. Но вот что сказал Петр. Господь, это ты. Если это ты, то я хочу пойти к тебе. Пойти по воде. Я не буду просто наблюдать, как ты двигаешься. Я хочу быть там, где ты. Кто-то из вас выбрал роль зрителя. Вы наблюдаете. О, как чудесно. Но Петр сказал, мне недостаточно просто смотреть, как движется Бог. Я хочу участвовать. Я хочу двигаться вместе с Ним. Я не хочу просто наблюдать движение Божие. Я хочу быть в этом движении. Я не хочу просто сидеть и ждать пробуждения. А сам хочу приносить пробуждение. Быть пробужденным внутри. Аллилуйя. И пробуждение грядет. Оно уже здесь. Оно уже при дверях. Оно уже начинается. Ну, однажды Бог обязательно двинется. Нет, Иисус хочет двигаться в силе прямо сейчас. Настало это время. Настал этот день. Бог ищет в себе людей, которые будут побуждать, будут подталкивать Его двигаться в силе. О, Аллилуйя. Я чувствую огонь, словно внутри меня горит пламя. А вы должны быть теми, кто побуждает Бога проявлять свою силу. Вспомните женщину с кровотечением. Она не сидела в сторонке, думая, что ж, я буду тихождаться. Если Бог захочет меня исцелить, Он меня исцелеет. А не хочет, ну что ж, такова Его воля. Некоторые христиане рассуждают именно так. Господь, если есть на то воля Твоя, пожалуйста, исцели этого человека. Я лично не видел ни одного исцеления после такой молитвы. Если есть на то воля Твоя, то я знаю, ты коснешься, Его исцелишь. Нет, вы знаете, что делал Иисус? Он исцелял всех. Провозглашайте то, что говорит Слово. Когда к Нему приблизился слепой Вартимей, Иисус не молился. Отец, если есть Твоя воля на то, чтобы этот человек был исцелен, то исцели его. Женщина с кровотечением. Что она сделала? Она получила откровение. Если только прикоснусь, то и с другими словами, мне нужно что-то сделать. Евангелие — это не теория. Евангелие побуждает к действию. Евангелие — это не философия, а действие. И она подумала про себя. Если только прикоснусь к краям его одежды, то я знаю, я получу исцеление. Она не сидела и не думала, «Ох, я знаю, что сегодня в церкви будет служение, но я что-то так устал, поэтому я, пожалуй, пойду домой. Если Бог хочет меня коснуться, Он сможет коснуться меня и дома. Так что мне незачем идти в церковь. Я и дома могу помолиться, но ты ведь не будешь молиться дома. Я могу почитать Библию дома». Зачем мне идти в церковь? Это ложь, которая приходит от дьявола. Потому что если мы заглянем в Библию, мы увидим, что Библия призывает нас собираться вместе в церкви в единстве. То есть, получается, вы невнимательно читали Библию. Эта женщина сказала себе, «Если только прикоснусь к Нему, то исцелюсь». И что она сделала? Она пошла туда, где Иисус. Она не осталась дома. Она разыскала Иисуса. Где Он? Я хочу быть там, где Иисус. Я хочу быть в центре Его действия. Кто-то из вас должен быть там, где движется Бог. Я не знаю такого места, где бы двигался Бог. А вы хорошенько поищите, обязательно найдете. Если для этого вам нужно полететь в Бразилию, сделайте это. Если для этого вам нужно будет отправиться в Пакистан, это сделайте. Я не знаю такого места, где двигался бы Бог. Пойдите и разыщите такое место. Будьте там, где движется Бог. Будьте там, где происходит Его действие. Я не имею в виду какие-то движения по плоти. Я не имею в виду просто какие-то христианские концерты. Просто концерта недостаточно. Важно быть там, где Бог движется Духом Своим Святым. Итак, эта женщина направилась туда, где был Христос. И что же она сделала? Она увидела огромную толпу людей. Я могу себе представлять, как все это выглядело. Сегодня мы раздавали детям игрушки. Когда к грузовику подступила толпа детворы, они нас здорово зажали. Служители начали кричать. Нас прижали. Нечем дышать. И тогда пастор Ян сказал, сделайте все шаг назад. Дети кричали. И Марселло сказал всем, пожалуйста, все замолчите. Но все равно стояли все дети и кричали. Нам пришлось закрыть двери грузовика и обратиться к детворе. Если вы не прекратите кричать, мы не станем раздавать вам игрушки. Я закрыл дверь грузовика, потом начался дождь. Толкать меня продолжалось, поэтому, когда мы читаем Библию, что Иисус отяснила толпа, мы немного представляем, о чем здесь шла речь. Сегодня детвора кричала, дайте мне мою игрушку. А в Новом Завете люди вопили, яви мне чудо. Мой сын слеп, исцели его прямо сейчас. Яви свою силу. Толпа прижимала его со всех сторон. Эта женщина увидела, что его теснила толпа народа. Она сказала себе, «Эта толпа меня не остановит. Я ей не позволю. Я брошусь в толпу народа. Я обязательно прорвусь к Нему, потому что я хочу быть там, где Иисус. Я хочу быть там, где происходит Его движение. Если для этого мне придется заплатить цену и прорываться, изо всех сил я готов. Я сделаю все, чтобы приблизиться к Нему». Пробираясь сквозь толпу, эта женщина не заморачивалась этикетом, «Ох, прошу прощения, вы не могли бы подвинуться немножко? Позвольте мне пройти». Люди расступались и говорили, «Да, да, конечно». Извините, мы даже не можем перед вами расстелить красную дорожку. Послушайте, здесь женщина пробирается к Иисусу. «Пропустите ее все». Некоторые христиане привыкли пребывать в зоне комфорта. Они говорят, «Если все будет не по-моему, тогда мне это и не нужно. Все должно быть не по-твоему. Но так, как того желает Бог». И вы знаете, что она сделала? Извините, пропустите. Я буду бежать. Я прорвусь сквозь толпу. Я прорвусь сквозь тесную толпу народа. Но я обязательно приду к пункту назначения. Я обязательно получу свое чудо. Я возьму то, для чего я сюда пришла. Давайте воздадим Иисусу славу. Она прорывалась и прорывалась. До тех пор, пока не добралась к Иисусу, она смогла к Нему приблизиться. И, оказавшись рядом с Ним, она подумала, «Сейчас это самое время. Я не буду дожидаться завтра. Не стану ждать другого служения. Или более удобного момента. Я прикоснусь к Нему прямо сейчас. И в этот момент, когда ее вера прикоснулась к краю Его одежд, к одеждам Иисуса, небеса заметили ее веру. Небеса знают, когда это реальное прикосновение веры, человека, вашей веры. В прикосновении веры есть что-то очень сильное. Некоторые говорят, «На самом деле, не так важно, если у меня вера или нет, Бог знает мое сердце». Да, Он знает ваше сердце и видит, что оно полно неверия. Поэтому вы правы, Он знает ваше сердце. Да, Он хорошо знает мое сердце. Но тот самый момент, когда ее вера прикоснулась к источнику, это словно вы подключаетесь к источнику энергии, через который и в вас течет сила. Иисус сразу ощутил, что из него вышла сила. Он спросил окружающую толпу, «Кто ко мне сейчас прикоснулся?» Ученики недоумевали. «Прикоснулся?» «Да ты что, вокруг тебя толпа народа». И каждый мог коснуться тебя, и не один раз. Ты окружен людьми со всех сторон. Поэтому твой вопрос, Иисус, звучит немного странно. Однако Иисус имел в виду не просто прикосновение. Он имел в виду прикосновение веры. Я знаю, что кто-то коснулся меня особенным образом. Потому что я ощутил, что из меня вышла сила. Иисус сказал, «Я ощутил». Некоторые люди говорят, «Ты не должен ничего чувствовать и ощущать». Это же всего лишь эмоции. Нам это не нужно. Эмоции в церкви неуместны. Зачем нам эмоции? У нас есть Библия. Да? Так откройте вашу Библию. И вы увидите, что Иисус сказал, «Я ощутил, что из меня вышла сила». Это означает, что Он это осизял. Он почувствовал это своим телом. Он ощутил, что из него вышла сила. И она проявилась, она коснулась этой женщины. Я не знаю, что именно Он ощутил. напоминал это электрический ток, или Он почувствовал тепло, но Он что-то доощутил. И это физическое ощущение указывало на то, что из него вышла сила. В тот самый момент, как высвободилась сила, эта женщина исцелилась. Кто-то из вас ожидает чуда от Бога. Вы ждете, когда Бог прикоснется к вам. Но Бог ожидает, когда вы прикоснетесь к Нему своей веры. Мы говорим, Боже, почему ты так долго задерживаешь мое чудо, когда ты уже вмешаешься. во второй главе Евангелия от Марка мы читаем историю о парализованном мужчине, который посетил служение Иисусом, которое проходило на дому. Дом был слишком тесен для такого столпотворения. Многие люди хотели послушать Иисуса. Те, кто пришли попозже, не смогли войти в дом. Что им оставалось делать? Развернуться и пойти домой? Но не повезло нам, не хватило места. Наверное, просто не наш день. Нет, они сказали не так. Да, дом забит, но есть способ протиснуться в него с крыши. Давайте поднимемся на крышу и разберем часть крыши, чтобы спуститься в дом, чтобы наш Дух смог получить свое исцеление. Бог ищет людей, которые с дерзновением подходят к тому, что вмещает в себя Царство Божие. Он ищет тех, кто будет готов отказаться от застоя пассивной христианской жизни. Кто-то говорит, ну, я верю в Бога и я верю в Библию, но мы живем в этом мире и мы должны вести обычный образ жизни, как и люди этого мира, не для Царства Божьего. Нормальная жизнь, это жизнь, полная чудес Божьих, полная действий в Боге, полная силы Божьей. А вот что значит нормальная христианская жизнь. Что делаете лично вы для того, чтобы продвигать Евангелие? Вы просто живете только для себя, или же вы делаете что-то, что отзовется эхом вечности? Я не знаю, как вы, но лично я не хотел бы предстать перед Иисусом и услышать от Него, я велел тебе сделать это, но ты так и не послушался Меня. Я открыл тебе твое призвание, но ты так и не вошел в Него, не ответил на мой призыв. Я не хотел бы услышать от Него такие слова. Я хочу войти в вечность и привести туда с собой еще огромное количество людей. Я хочу непрестанно проповедовать Евангелие, и чтобы тысячи и даже миллионы людей, миллионы душ пришли к Иисусу Христу благодаря моей проповеди. Аллилуйя! Спасибо Господу за вас. Хоть один человек воспринимает это с энтузиазмом, а остальным что, все равно? Всего один человек сказал «Аминь». Аллилуйя! Итак, что вы делаете для продвижения Евангелия? Спросите своего соседа об этом. Ну, я жую попкорн, и фильмы смотрю разные. «Аминь». Не позвольте своей жизни пройти впустую. Используйте данные вам годы жизни для славы Божией. мы не знаем наступит ли завтра, поэтому давайте каждый день жить как последний. Давайте всем сердцем посвящать себя Иисусу. Отдавать Ему все самое лучшее в каждой нашей сфере. Отдавать вашу любовь, отдавать ваше время. Отдавать ваши деньги. Отдавать Ему абсолютно все. Живите для Иисуса. Давайте встанем для молитвы. Мы снова в студии. Я верю, что Бог прикоснется к вашей жизни. Я знаю, это послание побуждало вас задуматься о том, что вы можете делать больше для Царства Божьего. Иногда люди не могут делать больше для Бога, потому что что-то извне легло на них тяжелым временем. Они страдают или находятся под угнетением трудностей и проблем. Они чувствуют, что в их жизни есть какие-то блоки и ограничения. Я хочу молиться против всего того, что вас ограничивает, против бремен и давления врага, которое вы ощущаете на себе, чтобы вы ощутили свободу и смогли жить в помазании Духа Божьего полной силы. Я верю, что любое оружие и любая атака врага будут разрушены во имя Иисуса. Молимся во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас касаешься каждого человека. Я молюсь о тех, кто страдает, кто находится под бременем, кто борется с какой-то болезнью или немощью. Прямо сейчас я во имя Иисуса провозглашаю над ними действия Твоей исцеляющей силы. Твоя свобода и Твоя слава прикасаются к ним прямо сейчас. Я запрещаю всякое действие врага, всякое оружие врага против них. Я провозглашаю исцеление и полное восстановление, свободу и избавление во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса Христа, я разрушаю всякое дьявольское угнетение на разум и эмоции людей. Я провозглашаю, что Твой народ имеет разум Христов. Они пленяют всякое помышление в послушании Христу. Я прошу Тебя, освободи их от всякого бремени в их жизни, возложенного врагом. Пусть они будут эффективными в проповеди Евангелия и будут сиять для этого мира. Я молюсь к Тебе, Отец, за все семьи, которые с верой ожидают, что Ты даруешь им мир и восстановление отношений. Во имя Иисуса я молюсь о прикосновении небес в их отношениях. Я благословляю их именем Иисуса Христа. Подписывайтесь на наш подкаст или на наш YouTube-канал, чтобы каждую неделю слушать наши проповеди. Оставайтесь с нами на связи, чтобы быть в курсе наших миссионерских поездок. До встречи на следующей неделе. До встречи на следующей субтитров. Субтитров.